Невозможно предугадать развитие актерской карьеры. Кто-то раскрывает себя в зрелом возрасте, а кто-то буквально с пеленок показывает свой актерский талант. Сегодня речь пойдет именно о тех актерах, которые прославились, будучи детьми. Сейчас они успешны и остаются востребованными в своей профессии. Владимир Сычев попал на съемочную площадку, когда ему было 12 лет. Юного актера пригласили на съемки Яралаша. В конечном итоге Владимир снялся более чем в 10 сюжетах этого киножурнала, самым популярным из которых является «Бразильская система». В полнометражном кино актер впервые снялся в 1985 году. На данный момент в фильмографии Владимира Сычева более 100 работ. Он снимался в кинолентах «Где ваш сын», «Мелочи жизни», «Бумер», «Закон каменных джунглей», «Ресторан по понятиям» и в других. В 2013 году вышел сериал «Физрук», в котором Владимир Сычев сыграл персонажа по прозвищу «Псих». Эта роль прибавила актеру популярности. Владимир Сычев до сих пор активно снимается в кино и рекламе, а также участвует в различных телепроектах. В феврале 2022 года он стал участником популярного реалити-шоу «Звезды в Африке». Владимир Сычев женат, у пары две дочери – Анна и Мария. Сейчас актеру 50 лет. Оксана Акиньшина стала популярна после своей дебютной роли. В 2001 году, когда ей было 13 лет, она снялась в фильме Сергея Бодрова младшего «Сестры». Оксана исполнила роль старшей сестры Светы Малаховой. После этого актриса начала активно сниматься в кино. Оксана появилась в фильмах «Лиля навсегда», «Волкодав из рода серых псов», «Стиляги», «Восемь первых свиданий», «Супер Бобровы» и во многих других. Фильмография актрисы состоит более чем из четырех десятков проектов. Несколько фильмов с ее участием сейчас находятся в стадии съемок. До 15 лет у Оксаны Акиньшиной были отношения с актером Алексеем Чадовым. После она жила с музыкантом Сергеем Шнуровым. В 2008 году актриса встретилась со своим первым мужем Дмитрием Литвиновым, от которого родила сына Филиппа. Также Оксана Акиньшина встречалась с песцом Алексеем Воробьевым. В 2012 году она вышла замуж за кинопродюсера Арчи Лагеловани. От него актриса родила сына Константина и дочь Эмми. В августе 2018 года пара объявила о разводе. Однако впоследствии супруги остались вместе. Сейчас Оксане Акиньшиной 34 года. Анна Цуканова-Кот с раннего детства решила связать свою судьбу с актерской профессией. В 7 лет она поступила в московскую театральную школу и практически сразу девочку пригласили в Яралаш. Именно этот юмористический журнал прославил Анну. Всего она снялась в двух десятках выпусках Яралаша. На данный момент в фильмографии актрисы более 70 работ. Анна снялась в таких фильмах, как «Тайна голубой долины», «Виола Тараканова в мире преступных страстей», «Восьмидесятые», «Каникулы президента», «Мажор» и в других. Со своим будущим мужем актриса познакомилась еще будучи ребенком. Анна Цуканова снялась в дипломной работе Александра. Через много лет режиссер Александр Кот стал супругом актрисы. Сейчас они живут в счастливом браке и воспитывают двоих детей – сына Мишу и дочь Лею. Анне Цукановой Кот на данный момент 32 года. Ольга Кузьмина тоже является выпускницей Яралаша, в котором сыграла массу ярких ролей. В киножурнале «Яралаш» Ольга начала сниматься в 13 лет. Она прославилась именно благодаря ему. Вторая волна популярности пришла к актрисе в 2012 году, когда на экраны вышел телесериал «Кухня». Ольга Кузьмина появилась в нем в роли Анастасии Степановной Фоминой, а затем Анисимовой. Впоследствии актриса снялась в продолжениях сериала под названием «Отель Иллион», «Грант» и «Кухня. Война за отель». Сейчас Ольга Кузьмина – успешная и востребованная актриса кино и дубляжа. Также она часто снимается в различных телепередачах и рекламе. Актриса была замужем, но недавно пара оформила развод. У актрисы есть сын Гордей. Сейчас Ольге Кузьминой 34 года. Кристина Арбакайте прославилась в 11 лет. Она была утверждена на главную роль Лены Бессольцевой в картину Ролана Быкова «Чучело». После этого Кристину начали приглашать на главные роли в различные фильмы, среди которых «Виват Гардемарины», «Фара», «Любовь-морковь», «Родственный обмен» и другие. Кристина Арбакайте является не только успешной актрисой, но и певицей. В ее репертуаре насчитывается более 150 песен. Также на ее счету несколько ролей в театре и более 40 в кинофильмах, телефильмах и мюзиклах. Многие утверждают, что всего этого она добилась благодаря знаменитой маме, а другие уверены в том, что Кристина Арбакайте достигла всего благодаря своему таланту. С 1986 по 1997 год певица-актриса состояла в отношениях с музыкантом Владимиром Пресняковым, от которого родила сына Никиту. С 1997 по 2001 год у Кристины Арбакайте был роман с бизнесменом Русланом Байсаровым, от которого она родила сына Дэнни. С 2005 года певица замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. В этом браке родилась дочь Клавдия. 25 мая 2022 года Кристине Арбакайте исполнится 51 год.